Будем переходить к нашему комплексу, комплекс из серии омоложения и красоты. Комплекс не тяжелый, очень приятно его выполнять, и он нам дает упругость мышц рук, упругость мышц спины, ноги подтягиваются хорошо, мышцы ног, поясница становится более утонченной, очевидно, в процессе занятий, и также мы работаем с мышцами шеи, чтобы они не были дряблыми, тоже будем упражнения делать для мышц шеи. Также мы в этом комплексе стимулируем паращитовидную железу, которая ответственна за омоложение организма. Поэтому, в общем-то, комплекс достаточно сильный на омоложение, можете упражнения выполнять сами по себе, можете в комплексе их выполнять, есть какие-то любимые упражнения, которые хорошо делать каждый день, например, которые мы сейчас будем делать упражнения для того, чтобы рельеф рук был хороший, чтобы не было трябленности мышц, бицепсов, трицепсов. И можем начинать, первое упражнение у нас такое, мы садимся в простую позу, по-турецки, спина будет прямая, и мы будем работать руками, монут упражнения называются, но у нас позиция рук очень интересная, у нас левый кулак имеет место, а правая рука захватывает левый кулак таким образом. И вот этой конструкцией мы будем работать вверх-вниз в течение пяти минут. Значит, руки поднимаются наверх, вдох через нос, опускаются вниз, выдох через нос. И когда готовы, мы можем начинать, захватываем руки и поехали. Вдох, выдыхаем, да? Подбородок падут от груди, и спина прямая. Смотрите, чтобы руки в локтях не сгибались. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Продолжаем. Конечно, на первых порах может быть тяжело 5 минут поднимать руки. Но потом привыкли постепенно. Можете начинать с 3 минут, с 1 минуты отдыхать и продолжать дальше. Но потом мышцы укрепляются и легко. Еще 2 минуты. Продолжаем. 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 Еще немножко меньше, чем 60 секунд. Если мы концентрируемся на дыхании и координируем дыхание с работой рук, это очень хорошо, потому что в йоге самое главное это дыхание. Очень легко становится делать упражнение. Мы как бы забываем о боли, о боли рук, потому что мы начинаем концентрироваться на дыхании и намного легче делать это упражнение. Еще 15 секунд. Продолжаем. Еще 1 секунда до задерживаем дыхание. Подтягиваем банки, замки, держим. И выдыхаем. Очень хорошо. Можем размять руки. Бицепсы, трицепсы. Хорошо поработали. Чувствуем себя очень уверенно. Можем себя уважать за нашу силу боли в этом упражнении. Очень хорошо. Размять можем спину немножко. И мы будем переходить к нашему следующему упражнению. Оно будет выполняться лежа. И мы будем делать его в течение 60 секунд. Упражнение такое. Руки у нас будут находиться в замке, за шеей. Мы ложимся на спину. Широко раздвигаем ноги. И мы поднимаем левую ногу наверх. Ну где-то сантиметров, наверное, 60-40 от земли. Написано 2 где-то фута. Поднимаем ногу и держим. Просто держим ногу и дышим глубоко, медленно дыхание через вес. Бежали с одной ногой. Меняем ногу. То же самое с другой ногой. То же 60 секунд. И еще повторим этот цикл по одному разу. Так что можем начинать. Ложимся на спину. Ноги широко расставлены. Носки оттянуты, как у балерины. Поднимаем ногу и просто держим на весу 60 секунд. Главное, чтобы нога в коледке не сгибалась и носок оттянут. Очень хорошо. Остаемся в этой же позиции. Глубокий вдох. Задерживаем дыхание. Подтягиваем замки. Выдыхаем. Меняем ногу. То же самое. С другой ногой. С правой. Это упражнение, кстати, очень хорошее для мышц ягодиц. Если вы хотите иметь лепные ноги красивые и ягодичные мышцы красиво вырисованные, все в порядке, тогда делайте это упражнение. И мы можем глубоко вздохнуть. Задержим дыхание с замками. Выдыхаем. И меняем ногу. То же самое. Продолжение следует. Можем глубоко вздохнуть. Задержим дыхание с замками. Держим. Выдыхаем. Меняем ногу. То же самое. Продолжение следует. 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 Глубокий вдох, задерживаем дыхание, подтягиваем банки, замки и выдыхаем, хорошо, расслабляемся, отдыхаем. И можем глубоко вздохнуть, отдыхаем.